Слушай, а ты не слышал? Артстайл, говорят, в своем фильме будет рэп читать Нет, не слышал Ну, блин, интересно будет послушать, в принципе Блин, а помнишь последнюю удачную команду Артстайла в Доте 2? Дарр, что ли? Ну, как забыть Дарр? Вообще очень харизматичная команда Там и Габлак играл, и тот же Фаник как раз-таки Гот, ну и Мак Да Отличная команда, участвовали на втором интернешнале И, кстати, это первые ребята, которые вот в моду ЦК и Виспо ввели в Доту Блин, вообще, какой матч вот Какой матч олицетворения, что ли, этой команды? Ну, результат у них, конечно, был не самый крутой на том интернешнале Но я думаю, что там вот была интересная игра как раз в ЦК и Виспо в Дарр против А.Л. Абсолют Леджендс Такая показательная во многом о силе той команды, можете рассказать Хорошо, давай ее тогда посмотрим Ну, давай посмотрим Абсолютные легенды против Даррер Напомню, для тех, кто... Ну, наверняка сейчас мало кто может вспомнить вообще этот тег Потому что он сейчас нигде не используется Но Абсолютные легенды, Абсолют Леджендс Это были ребята из Австралии Единственная австралийская команда Профессиональная по Доте до сих пор, как по мне Ну, да, они сменили название на другое Притом состав остался частично тот же По крайней мере, X-Music точно там играет Я... Хочешь, я немножко расскажу тебе об этой команде О том, как она попала на интернешнл На мой взгляд, попала она туда абсолютно незаслуженно Дело в том, что в начале развития как бы второй Доты Был такой комментатор Он сейчас есть, Тоби-Ван, он же австралиец И он очень много вот комментировал эту команду И как-то всячески помогал ей в начале ее пути Это не Готс был случайно? Готс тоже австралиец? Это был Тоби-Ван Он просто был даже менеджером этой команды Ну, может быть, и он помогал И по итогам очень много игр играла эта команда В разных турнирах, там, где она не должна была играть Потому что там играли одни, например, европейцы и, может быть, американцы А они из Австралии, они должны были играть на азиатском все время регионе Там где-то, но они играли в европейских Из-за них постоянные команды заставляли играть на западноамериканском сервере На котором Пинг просто невероятный из Европы И таким образом они получили несколько таких вот достижений Как бы За счет которых отчасти они вот попали на интернешнл Но это была самая слабая команда на том интернешнле На мой взгляд И, собственно, и заняли тринадцатую, шестнадцатую строчку Состав команды Godot, Music, Shatan, Bleak и Snoopy Блик это как раз вот парень, который единственный вроде не австралийец По-моему, у них был парень из Канады Да, Блик это канадец По-моему, блин, это канадец, да Ну, а про дар мы уже сказали Габлак, Artstyle, God, Mac и Funic Габлак капитан команды, что самое интересное Что самое интересное Четыре из пяти этих игроков в данный момент являются свободными агентами В принципе, пять из пяти Ну, чисто формально пять из пяти Ну, никаких официальных анонсов не было То есть, в принципе, могут собрать такой же состав Ну и, в принципе, Artstyle с Funic Как раз таки и играют сейчас опять вместе Вот первая, собственно, атака от Дарр И обратите внимание, что стан на Цикан На Chaos Knight в той мете Точнее, в то время не имел Анимации, да То есть, он как бы имел Касался моментально Он имел микро-анимацию Но эта анимация Сродни той, на которую человек не успевает реагировать Если он как бы в нормальном состоянии И нельзя было заивейдить вообще Ну, не эвейдился По идее Он летел Он летел очень маленькое количество Вообще там буквально какую-то одну, там, шестую секунды Ну, то есть, грубо говоря, касался автоматически Заивейдить его можно было только случайно Если ты прям предсказал и прям вот в тот же момент нажал Ну, практически, грубо говоря, было невозможно Потом это изменили Отчасти, как раз таки из-за того, что Цикан стал очень популярен с виспом И эту кумбу начали резать Мы опять же можем сказать, что в то время, вот сейчас это будет видно Тизер работал по-другому Сейчас тизер замедляет на 100%, но не станет То есть, ты можешь поражать бэкабе Ты можешь использовать какую-то там способность Поднять себя в эул или еще что-то придумать В те времена тизер станел Когда герой, как бы, проходил по нему И эта комбинация с Челс Найтон Именно из-за этого была очень популярна Потому что под тизером Челс Найтон делал рифт На свой второй скил И автоматически станел цель Мы это будем в этой игре видеть неоднократно Сейчас, скорее всего, Афтайл опять пойдет в атаку Он тут прыгнет на кого-то Ну, тут, конечно, особо это не видно Потому что очень серьезный замес Кстати говоря, Дарнер проигрывали игру в начале Да, но будет очень показательно Вот мы видим сейчас отметку 16-ая минута 16-ая минута у нас А на 17-ой минуте такой небольшой спойлер на минуту вперед Ну, мы сейчас как раз посмотрим На 16-ой минуте минус 5 от АЛ Ну, и соответственно Ну, минус 5 это серьезно Это видно, что значит АЛ все очень хорошо Однако Комбинация Челс Найтон Виспан? Не Тинни Виспан, Челс Найт Именно Челс Найтон был очень популярен Она очень сильна была в то время И вот как раз мы сейчас можем лицезреть Почему? Прошло буквально 30 секунд С момента прошедшего Снова драка Очень активная игра Сюда прилетают Челс Найтон И просто моментально убивают инвокера вообще в секунду Как бы АЛ не очень понимают силу этой комбы И как бы страдают от этого очень серьезно Ну и им дэмэдж А Участ Найтон при этом нет ничего Ну толком Ну даже БКБ нет на самом деле Хотелось бы обратить внимание В прошлом моменте были показаны графики Можете просто сравнить Сделали ребята из АЛ-5 Команды, которые лидировали И как изменились графики Да, это тебе не смотришь На тысячу всего лишь там Слушай, мы смотрим второй интернешнл И мы видим, что в то время экономическая модель Dota была намного интереснее, чем сейчас Сейчас она какая-то странная В то время все было логично Ты ведешь, ты проигрываешь, точнее Ты выиграл одну драку Ты отыграл что-то там, пару тысяч Нет такого, что ты ведешь десять тысяч, ты проиграл драку И твой враг теперь уже ведет тысячу То есть цена ошибки была не так критична, как сейчас И команды из-за этого чаще рисковали Чаще происходили драки Потому что даже проиграв драку пять в ноль Ты терял всего-то там три тысячи голды То есть не критично это было Ну и из-за этого вот как раз график не уходит куда-то в облака Он вот колеблется вокруг нуля Потому что то одна команда выигрывает, то другая Да, ну и преимущество зарабатывалось не так быстро и не так уверенно При этом игры были достаточно быстрые Что интересно То есть вообще мне нравится Ну вот Чаос купил уже себя БКБ И здесь начинается полный развал И эта игра отчасти положила, как бы заложила такую основу Для просто сумасшедшего и повального увлечения Тинни, Челс Найтон и Веспом Весь 2012-13 годы Соответственно даже Интернейшн В 2013 был выигран этой комбинацией И вот именно Даррор Именно Даррор заложили это Потому что сначала они вот Довольно успешно использовали эту комбинацию здесь Почему они не использовали ее Весь турнир на протяжении всего турнира Как рассказывали сами игроки Даррор Они очень много тренировались этой комбинацией Против всех Побеждали просто всех Без каких-либо шансов И все начали Причем и на самом Интернешнл За день за два до турнира Да, да, да Во время тренировок Они, как говорится Спалили страты И им начали банить Просто банить это В каждой игре Им не дали воспользоваться Если бы им давали в каждой игре Играть этой комбой Вполне возможно У Даррор были бы намного интереснее И испытания На всем Интернешнл Зато Габлак Перейдя в новую свою команду В Empire Он забирает Фанника Он забирает с собой Фанника И забирает с собой эту комбинацию Фанник пересаживается на спортов И просто от игры к игре Играет на виспед Собственно, как он и здесь Это делал И вот эта комбинация Фанник, Blow Your Brain Весь сезон Между вторым и третьим Интернешнл Доминирует всю СНГ сцену На этих героях И все так вот Габлак Пока Фанник не уходит в Na'Vi Но это уже совсем другая история Да Но всему этому движению Висповому Кстати, который долгое время Не поддерживал Китай И считал, что это все ерунда Не верил вообще в виспа Даже По-моему, Даррор Это была единственная команда Против кого Китай банил этого героя Да Хотя сила его уже проявлялась тогда Еще не на втором Интернешнл Но Китай начал играть на виспе Чуть ли не к третьему Интернешнл Даже скорее после третьего Интернешнл А опять же Из-за того, что Китай Игнорировал весь год виспа На Интернешнл Они выступили хуже, чем Европейцы Европейцы весь год тренировались с виспом И тут оказалось, что с виспом играть нужно Китаю приходилось почти в каждой игре его банить Если они не банили, они страдали А что такое один бан, который ты должен сделать обязательно? Ну, это победа для команды, которая просто играет И может не банить этого виспа Гораздо проще пикать Вот здесь уже ребята из Дарра Просто начинают веселиться на фонтане Кстати, для многих из вас возможно Расположение фонтана будет в новинку Все-таки изменения произошли достаточно Ну, не знаю, месяца четыре уже Да больше, больше Ну, в любом случае, кто-то, возможно, и не видел старого фонтана А кто-то уже, может, даже позабыл Я вот и сам немножко уже забыл, как он выглядел Не было такой рампы, подъема, то есть, к фонтану Можно было поставить в арт Можно было поставить в арт Вот прям так вот зайти спокойно Можно было бить героев, не заходя в зону атаки фонтана, например И вот финальная табличка появится Артстайл в этой игре сделал просто гуд лайк На перегуд лайке И вот так вот Это была одна из самых последних игр Дарр на всем интернешнале Предпоследние, точнее Ну и Дабл Рэмпидж делал артстайл Да В следующей игре они проигрывают команде ДК Да, довольно-таки плачевный был матч, где они, наверное, все-таки провалились по пику И достаточно плохо ту игру отыграл Мак на Дарксире Ему достаточно долгое время вспоминали эту игру А это был как нарицательный Мак на Дарксире Потому что он где-то 10-й минуте там имел первый уровень и ноль припов убитых Он все пытался вешать щиты, чтобы Бернинг на антимаге против него стоял Он все пытался как-то вешать щиты, чтобы Бернингу мешать Но Бернинг динаил просто абсолютно все Не дал магу просто почти ни одной экспы, ну естественно с саппортами Ну и на том как бы путешествие Дарр по турниру закончилось Ну и команда, и это закончилось Артстайл ушел опять в инактив Остальные игроки разбежались по другим командам Ладно, Ярослав, матч мы посмотрели А теперь расскажи мне про Ивана, ты же с ним все-таки играл Про Артстайла? Да Ух, такая интересная личность Иван Знаешь, вы Иваны все интересные, я тебе хочу сказать Ну, тяжело рассказать про Ивана в двух словах Увано в yeah Я никуда не тороплюсь Я надеюсь, что сейчас вот он вернет Но тут просто исчезает Увано в Продолжение следует...